Самые первые гербы появились в Западной Европе в Средние века. Это были личные знаки рыцарей, которые чаще всего размещались на щитах, на флагах и на попонах лошадей. Геральтика – наука о составлении и расшифровке гербов. Герольд – это глашатый распорядитель на рыцарских турнирах. Отсюда и возникла геральтика из обычая оглашать перед началом турнира изображение герба рыцаря в доказательство его прав на участие в состязании. Герб – это условное изображение, являющееся символом и отличительным знаком государства, города, рода, отдельного лица, отражающие исторические традиции владельца, передавались по наследству. Правила геральтики. Форма герба – щит. Геральдические цвета – красный, синий, голубой, зеленый, черный. Фон щита может быть закрашен одним цветом – двумя цветами, которые разделены горизонтальной или вертикальной линией. Рисунок герба может отражать знаменательные события из его истории или легенду, связанную с его возникновением. Хозяйство и производство. Занятие жителей. Перед вами государственный герб Российской Федерации. Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет историческую преемственность в цветовой гамме. Корона символизирует суверенитет. Скипетр и держава олицетворяют государственную власть и единое государство. Всадник на белом коне, поражающий копьем дракона, символизирует борьбу добра со злом, света с тьмой, защиту Отечества. Это герб столицы нашей Родины. Герб представляет собой щит французской геральдической формы, темно-красного цвета, в центре которого расположен Георгий Победоносец. Святой Георгий Победоносец в серебряных доспехах и голубой мантии на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного змия. Всадник символизирует отвагу, приверженность традициям, вере. Красный цвет напоминает о мужестве и готовности защищать Отечество. Сегодня мы отправимся в путешествие по Золотому кольцу, объединяющему древние города России. В Золотое кольцо традиционно включают восемь основных городов. Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Сергиев-Посад. Он назван в честь святого Сергия Радонежского, который основал здесь большой монастырь, Троица Сергиева Лавра. Слово «лавра» означает «главный», «самый важный» монастырь. И он действительно признан главным монастырем России. Герб. В синем щите – серебряная зубчатая стена с черными, а серебряных скрепах – воротами, из-за которых возникает серебряная башня с золотым церковным куполом, который увенчан крестом. По сторонам башня сопровождена двумя золотыми бердышами. Переславль-Залесский. Этот город был основан князем Юрием Долгоруким. Он раскинулся на берегу живописного Плещеева озера. Переславль считается одним из заповедных и привлекательных городов Золотого кольца. Здесь сохранились старинные церкви и другие творения русского зодчества. Спасо-Преображенская церковь, Никитский и Горецкий монастыри. На гербе изображены две золотые сельди в черном поле. Ростов-Великий. Один из самых древних в Золотом кольце. Самая замечательная часть города – Ростовский Кремль. Отражаются в воде купола луковки белокаменных храмов, золотые кресты, терема до башенки. И плывет над озером перезвон колокольный. За его белыми стенами видны многочисленные купола церквей, колокола которых славятся своим мелодичным звоном. Также известны на весь мир Дмитриевский храм и церковь Иоанна Богослова. Герб Ростова. В червленом поле – олень серебряный, рога, грива и копыта золотые. Ярославль. Самый крупный город Золотого кольца. Он был основан князем Ярославом Мудрым. Город расположен у слияния рек Волги и Которосли. Ярославль – один из старейших русских городов. Из памятников старины известны церковь Ильи Пророка, Владимирская церковь, Спасо-Преображенский монастырь и другие. В серебряном поле геральдического щита – черный медведь, держащий на левом плече левой передней лапой золотую секиру, обращенную лезвием вверх. Правая передняя лапа медведя приподнята над левой. Геральдический щит увенчан изображением шапки Мономаха. Кострома. Старинный русский город, имеющий длинную историю, уходящую корнями далеко вглубь веков. Город был заложен князем Юрием Долгоруким в середине XII века. Возраст Костромы действительно почтенный, она всего на пять лет младше Москвы. Это был город-крепость, расположенный в месте впадения в Волгу реки Костромы. Достопримечательности города – это старинные усадьбы, знаменитый Ипатиевский монастырь, церковь Воскресения на Дебре и Богоявленский Анастасийн женский монастырь. Герб представляет собой щит, на котором в синем поле плывущая влево по волнам золотая галера с убранными серебряными парусами и десятью золотыми грибцами. На мачте императорский штандарт – золотое полотнище, посередине которого изображен российский государственный орел. Город Иваново входит в состав Золотого кольца России, благодаря своим достопримечательностям и богатой истории. Среди достопримечательностей города невест выделяются Щудровская палатка, Введенский женский монастырь, церковь в честь Введения Богородицы. В синем поле – молодая женщина в серебряной рубахе с золотым воротом и красным сарафане. За нею золотая гребенка, прялки с серебряной куделью и прялка, колесо которой она вращает левой рукой. Суздаль – всемирно известный город-музей под открытым небом. Здесь 33 церкви, 5 монастырей, 17 часовен. В городе есть знаменитый музей деревянного зодчества, Рождественский собор, Успенская и Никольская церкви, избы и монастыри. Весь мир восхищается красотой этих архитектурных творений. Герб Суздали, птица-сокол в княжеской короне, поле напополам, наверху синее, а внизу красное. Владимир. Его основал князь Владимир Мономах. Город назван в его честь. Красивый город Владимир стоит на высоком берегу реки Клязьмы. Чтобы полюбоваться городом, можно подняться на высокую башню. Отсюда старинная часть города видна как на ладони. А вот перед вами замечательный памятник старины – золотые ворота. Вот величественный Успенский собор. По его образцу построили Успенский собор в Московском Кремле. А это Дмитриевский собор. На его стенах несколько сотен удивительных резных изображений. Герб представляет собой изображение золотого львиного леопарда в железной, украшенной золотом и цветными камнями короне, держащего в правой лапе длинный серебряный крест в красном поле. Кроме основных городов, в Большое Золотое Кольцо включают также Боголюбова, Касимов, Александров, Гусь-Хрустальный, Плес, Углич, Шуя, Дмитров, Рыбинск и другие. В данном перечне каждый из городов оказался не случайно, так как все они имеют тысячелетнюю историю. Расскажем еще о двух городах. Углич стоит на реке Волги. В Угличе много памятников старины. Дворцовая палата удельных князей, церковь царевича Дмитрия на крови. Вдоль Великой Русской реки Волги раскинулся город Плес. Свое название он получил от речного Плеса, то есть широкой части реки между двумя изгибами. Плес – это город художников. Их привлекает необыкновенная красота города и его окрестностей. Особенно любил Плес русский художник Исаак Ильич Левитан. Достопримечательности в Плесе. Успенский собор на Соборной горе. Церковь Святой Варвары. Музей Левитана. В Геральтике встречается очень много различных животных, как фантастических, так и реальных. И каждое животное несет некий особый смысл. Саламандра. Выдержка, стойкость, непоколебимость. Лев и леопард. Лев без гривы является символом власти, силы, бесстрашия. Орел. Символ быстроты, могущества и смелости. Единорог. Символ чистоты и целомудрия. Феникс. Символ воскресения, возрождения и бессмертия. Грифон. Безжалостность, сила, власть, могущество. Василиск. Царь, от одного взгляда которого гибнут. Дракон. Сила и величие.